Всех приветствую, с вами Седой Инвестор, сегодня воскресенье, это означает то, что именно сегодня мы будем также пополнять наш виртуальный кошелек на 100 баксов. Надолго я вас не задержу, буквально на пару минут, присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, а я побежал за кофе. Итак, это наш виртуальный портфель, в общей сумме сюда мы вложили уже 1000 долларов, сегодня у нас уже 11 покупка. Вся фишка этой рубрики заключается в том, что несмотря на общий откат биткоина в размере 7%, даже больше 7.87, наш пенел составляет всего лишь минус 3%, и это было достигнуто благодаря грамотной диверсификации. Убираем воду и давайте закупаться. По классике, как всегда, в первую очередь покупаем биткоин, вкладываем сюда 30 баксов, добавляем транзакцию, в свободном доступе у нас остается уже 70. Следующую криптовалюту, которую необходимо купить, это менее волатильную, а это у нас эфириум и бнб, здесь у нас риски уже выше, значит закупаемся на меньший процент от депозита. В общем эфир покупаем на 15 баксов, на такую же сумму покупаем и бнб, осталось у нас 40 долларов, и эту сумму мы должны распределить на остальные биткоины, которые пролились больше всего, а также небольшую часть закинем в свободный фиат, на случай пролива. И что же у нас пролили больше всего? БСВшка откатилась буквально на 10%, Лина на 13%, Тета на 10%, Ван Инч на 10% откатился, даже Бейк откатился на 10%. Вы понимаете всю суть? Несмотря на то, что наши альткоины откатываются на 10% на 15%, мы имеем минимальные потери, в размере каких-то минус 3% по Пенеллу. В общем предлагаю докупить БСВ, Лина, Тета, Ван Инч и Бейк, вложим в каждый по 5 баксов. В БСВ добавляем транзакцию, Лину также покупаем на 5 долларов, Тета добавляем, Ван Инч также добавляем транзакцию на 5 долларов, и остается нам купить всего лишь Бейк. 5 долларов, это у нас примерно 21 токен, добавляем транзакцию. И от сегодняшнего бюджета у нас осталось 15 баксов, вот их и закинем в свободный фиат. В БЮСД положим 10 долларов, и в ДАИ закинем 5. Все, еще одна покупка, а именно 11-я, завершена. Мы купили Биткоин и Эфириум БНБ, это 3 самые мощные криптовалюты на сегодняшний день, и в первую очередь всегда рекомендую начинать именно с них. А далее уже по желанию, хотите собирайте токены, монеты, каких-нибудь ДЭКС-площадок, возможно других бирж, и все остальное. 3 дня назад я выкладывал ролик про то, что с биржей Хобби будут выводиться, а именно делиститься, децентрализованные токены и монеты, типа Дэш, Зеткэш, Зена и так далее. В нашем портфеле есть один из них, это Дэш, продавать я его не собираюсь, если благодаря этому он прольется еще ниже, ребят, я буду закупаться на больший процент. Риски имеются, и довольно высокие, но если заскамится один проект, то мы понесем меньшие потери, так как у нас помимо этого куплено еще очень много токенов и монет. Для этого и нужна максимальная диверсификация. Закупаемся потихонечку, и собираем урожай, так же не спеша. Тише едешь, дальше будешь. Ребята, это инвестиции, и если вы хотите зарабатывать на долгой дистанции, вам придется пройти этот путь все равно. Возможно он будет дольше полугода, возможно больше года, а то и двух. Вы должны себя сразу к этому подготовить. И лучшее, что вы можете сейчас сделать, это правильно закупаться. И чем дольше таким способом вы будете оставаться на плаву, я говорю сейчас про ваш ПНЛ, чтобы ниже 20% он не падал, то быстрее начнется ваш профит. Вроде бы все объяснил, если остались вопросы, задавайте их в комментариях. У меня на сегодня все, завтра будут актуальные новости, всем до завтра. Вчера Катар неплохо выстрелил, примерно на 580-600%. Рекомендации, или можете называть их сигналами, давал в закрытом чате телеграм. И мы с командой смогли неплохо заработать. Если хочешь вступить в мой закрытый чат, пиши в личку, все обсудим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...